Nothing Phone, или ничего-фон, наделал много шума еще на этапе анонса. Дело в том, что основатель стартапа Nothing, Carl Payne, в прошлом раскрутил небезызвестный бренд OnePlus, и он пообещал нам нового убийцу флагмана в стильном полупрозрачном корпусе. Ну, давайте же посмотрим, что у него получилось. С вами Алена и канал ixbt.com. Погнали! Смартфон поставляется вот в такой вот коробке, которую можно вскрыть только раз. Для того, чтобы передать телефон дальше, мы заклеивали ее скотчем. Комплектация самая минимальная, нету адаптера, хоть мы к этому, конечно, и привыкли. Есть провод для зарядки Type-C Type-C, а также стильная прозрачная иголка для открытия слота для карт Nano-SIM. И сам телефон. И, в общем-то, все. Нету чехла. И это очень плохо, потому что смартфон с двух сторон покрыт стеклом, и он очень скользкий. Когда кладешь его на любую гладкую поверхность, он пытается с нее убежать. Внешним видом смартфон копирует последние версии айфонов Pro Max. У него такие же плоские передние и задние панели, такое же расположение кнопок громкости и кнопки выключения, и также ровные боковые грани. Но весом он разительно отличается, причем в лучшую сторону. Но его вес всего 190 грамм против 240 у 13-го айфона Pro Max. Главная же его фишка — это расположенные на задней панели под стеклом светодиоды. Всего их 900, и они умеют вспыхивать в разных сочетаниях, которые дизайнеры назвали глифами. Они реагируют на входящие звонки, уведомления, а также показывают индикацию зарядки. Выглядит это очень стильно, уверена, что вызовет немало удивления у окружающих, но через какое-то время может начать раздражать. Конечно, их можно и отключить, но... а смысл? Есть дополнительная настройка. Когда вы кладете телефон экраном вниз, то он может отключать звуковые уведомления и оставлять только световые. Мне в студии звукозаписи, где запрещена даже вибрация, это было очень удобно. Но дома, если телефон так лежит, можно пропустить какие-то важные уведомления. Для уведомлений от разных приложений можно выбрать разные профили подсветки, а под ваши рингтоны телефон подстроит ритм самостоятельно. Но чтобы демонстрировать всю эту красоту, чехол должен быть прозрачным, как нам предлагает купить производитель. Что же вы его не положили-то в комплект? Либо в нем должны быть специальные вырезы под светодиоды. Такие нам предлагают китайские умельцы. Чехол нужен обязательно. Без него телефон будет пытаться сбежать из рук, будет покрываться следами от пальцев, потому что спереди и сзади у него стеклянные панели. Защитное стекло, кстати, модели Gorilla Glass 5. И это уже не последняя версия защитных стекол. После пятой была шестая версия, а потом Victus. Так что тут носит фон флагманом не соперник. У нас, как видите, телефон черный, поэтому следы от пальцев на нем видны достаточно отчетливо, зато также хорошо видно и подсветку. Есть еще белые варианты. По идее, на нем отпечатки пальцев должны быть заметны не так сильно. Заявлен тип защиты IP53, то есть защита от пыли и мелких брызг, и это можно было, в общем-то, и не заявлять. Разъем зарядки USB Type-C, хотя и только 2.0. Динамик всего один, он достаточно громкий, но на мой вкус звук несколько плоский. Хотя, чего ждать еще от телефона. В ничего фон можно поставить две наносим-карты, а вот карту SD поставить нельзя. Но с этим вполне можно смириться. Объем памяти у него 128 или 256 гигабайтов в зависимости от модели, и с этим вполне можно жить, если периодически ее чистить. Из приятного есть NFC, хотя пользоваться им сейчас в России могут разве что только владельцы карты МИР. Ну и для мечтателей есть поддержка связи 5G. А вот 3,5-миллиметрового разъема для наушников нет. Видимо, все уже перешли на Bluetooth. Также нету поддержки eSIM, что странно, потому что это же пафосный убийца флагманов. Что касается блока камер, то он неожиданно маленький и аккуратный. Обычно на флагманы пытаются поставить все, что только можно, и задняя часть смартфона начинает напоминать поверхность Луны. Тут же стоят две камеры. Основная широкоугольная, каждая по 50 мегапикселей. Основная камера с сенсором Sony IMX 766. Вариант проверенный и качественный, но далеко не флагманский. Хотя вот в недавнем Xiaomi 12 стоит именно эта же модель. По умолчанию снимает в разрешении 12,5 мегапикселей. То есть тут работает широко применяемое объединение соседних пикселей, для того, чтобы картинка была четче и меньше шумела в тенях. Но при желании можно переключить обратно на 50. Есть портретный режим HDR для фото, режим ручной настройки, замедленная съемка, но камерафоном при этом телефон не назвать. Картинка получается яркой, с натуральной цветопередачей, особенно если вы снимаете при хорошем освещении. Но даже с биннингом, тем самым объединением пикселей, проработка теней и мелких деталей не впечатляет. Но если вы не снимаете на камеру профессионально, то вариант вполне приемлемый. А вот широкоугольный объектив снимает гораздо хуже, с низкой детализацией, с довольно темным изображением, к тому же путается в балансе белого. Зум у камер только цифровой, 20-кратный. Можно подсветить пространство как встроенной вспышкой, которая, кстати, достаточно ярко и легко заливает темную комнату, так и глифами задней панели. Они дают достаточно равномерное освещение, если, например, снимать портреты. Ну и заодно можно сфотографировать удивленное лицо друга, который видит такую подсветку впервые. Я тут внезапно осознала, что 13-й айфон, базовый которым я пользуюсь, не дает мне снимать макро. В итоге я снимала на Нозенфон, и вот тут мне как раз пригодились глифы, потому что мелкие детали, они достаточно равномерно заливали приятным светом, в то время как встроенная вспышка была излишне яркой для этого. Фронтальная 16-мегапиксельная камера врезана в матрицу, и лично мне сделанные на нее селфи понравились. Картинка красочная, яркая, четкая, заметно размытие лица, но в той или иной степени это присутствует почти на всех андроидах. А вот видео на нее можно снимать только в 30 фпс. Экран с матрицей Super AMOLED, диагональю 6,55 дюйма, разрешение 2400 на 1080 пикселей, соотношение сторон 20 к 9, то есть широко, почти киноформат. И, понятное дело, плоский, как у айфона. Рамки вокруг симметричны, частота обновления 120 Гц, но можно поставить и поменьше, чтобы не сажать батарею. Максимальная яркость экрана 615 кандел на квадратный метр, и это в полтора раза больше, чем в среднем у смартфонов. Скорее всего, на нем без проблем можно будет все разглядеть в солнечную погоду. На улице октябрь, так что проверить это опытным путем не получилось, но в студии под приборами все отлично видно. Углы обзора великолепны. И это без шуток, цитата тех, кто у нас постоянно тестирует экраны. Цвета и главное, белый цвет остались почти неизменны даже под углом 45 градусов, а это большая редкость для OLED-дисплеев. Есть два профиля настроек, живые цвета и стандартные. По умолчанию стоят живые цвета, и они не живые. По нашим тестам картинка получилась излишне насыщенной и контрастной. А вот в случае со стандартной ситуация куда лучше. Цвета в меру яркие и приятные. Также можно подкрутить холодные оттенки. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, и для подэкранного он работает достаточно хорошо, срабатывает быстро и без нареканий. Но находится очень низко, и туда неудобно тянуть палец. А вот разблокировка по лицу работает далеко не каждый раз. Надо держать смартфон под определенным углом и смотреть прямо в камеру, что часто бывает неудобно. Смартфон использует 12-ю версию Android. Все достаточно интуитивно понятно, разве что в выпадающем верхнем меню значки, на мой взгляд, крупноватые. Но это дело вкуса. Внутри смартфона 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от модификаций, и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G+, который дает в тестах не слишком высокие результаты, но за счет хорошей оптимизации выдает отличную производительность даже на самых сложных задачах. Я играла в Genshin Impact на максимальных настройках графики на протяжении трех часов, хотя игра не рекомендовала поднимать настройки даже до средних, и, в общем-то, никаких багов, зависаний, отличное качество картинки. Смартфон разве что немного нагрелся, но до вполне допустимого уровня, то есть руки не обжигал. Вот фотография с тестов в лаборатории. Тут под нагрузкой всего лишь 35 градусов, хотя у меня по ощущениям было больше. Батарея у нас симфона 4500 мАч, что при большом экране не так уж много даже с более энергоэкономной, чем IPS, AMOLED-матрицей. При серьезной нагрузке автономность смартфона оставляет желать лучшего, и это даже в сравнении с устройствами с аналогичной энергоемкостью аккумулятора. Если вы активный пользователь смартфона, скорее всего, в течение дня вам придется его хотя бы раз подзарядить. За те же три часа игры в Genshin телефон разрядился более чем на 50%. По нашим тестам в режиме 3D-игр он выдерживает около пяти часов, в режиме просмотра видео — 16 часов, а в режиме чтения — 15 часов. Хотя он быстро разряжается, но и заряжать его тоже можно довольно быстро. Смартфон поддерживает быструю зарядку Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4.0. Хотя в комплекте ни одного из подобных адаптеров нет, а от обычного он будет заряжаться около часа 45 минут. Присутствует беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, и ее видно сквозь заднюю стеклянную панель. Также есть реверсивная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт, то есть от телефона можно подзарядить беспроводные наушники или часы. В итоге единственное, чем на всем фон один, в скобочках действительно может выделиться, это подсветки глифы. И если вы любите ловить удивленные взгляды окружающих, то да, такой смартфон создан для вас. В остальном в ничего фоне нету ничего особенного. Это обычный середнячок, да, с хорошей производительностью, со среднеуровневыми камерами, которых вполне хватает для повседневного использования, с невысокой автономностью и без поддержки E7. Впрочем, и стоит он не сказать, чтобы ничего, но на уровне с другими убийцами флагманов. Цена за базовую модель в магазинах начинается от 32 тысяч рублей. А разговоров-то было. Ну а я с вами прощаюсь. Не забывайте оставлять нам исключительно приятные комментарии. С вами была Алена и канал ixbt.com. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok